Здравствуйте, уважаемые зрители! Если вы смотрите данное видео, значит вас интересуют вопросы, связанные с операционной системой корпорации Microsoft. И в этом ролике я хотел бы обсудить миф, связанный с тем, что якобы Windows 10 можно легально использовать без активации. Мы рассмотрим два момента. Первый, как смотрит на такое видение сама администрация компании Microsoft. И второе, поразмышляем, почему могу сложиться такое мнение. Итак, давайте перейдем к первому вопросу. Какие же принципы лицензионного соглашения в отношении Windows 10? Нам не нужно теряться в догадках. Достаточно для этого просто в Google поиске вбить Windows 10 Pro, к примеру, лицензионное соглашение. И вверху списка, как раз, скорее всего, будет размещен данный сайт Microsoft, если на него зайти и обратить внимание, к примеру, на пункт 5. Там черным по белому написаны такие слова. Я зачитаю. Вы, имеется в виду конечного пользователя продукта, имеете право использовать данное программное обеспечение, только если у вас имеется соответствующая лицензия. И программное обеспечение было должным образом активировано. То есть, делаем вывод, использование Windows 10 без активации незаконно. Перейдем к второму вопросу. Почему же могло сложиться у пользователя мнение, что использовать Windows 10 без активации это легально? По размышлям над этим вопросом, с точки зрения пользователя со стажем, я нашел как бы два возможных варианта. Первый вариант связан с тем, кто использовал Windows XP 7 или выше. Вы, наверное, помните, что при инсталляции вышеупомянутых операционных систем, если это, конечно же, оригинальный образ, а не хакерская версия, требовалось ввести активационный ключ. Если ключ не вводился, система не устанавливалась. Но при инсталляции Windows 10 с оригинального образа, на этапе ввода активационного ключа, можно назад на ссылочку, у меня нет активационного ключа, установка не прекратится. Система будет инсталлирована и, в принципе, пользователь получает хороший конечный продукт, за исключением определенных ограничений в отношении персонализации. Например, замена фона рабочего стола и некоторых других неважных нюансов для использования данной операционной системы. Второй момент я бы связал с теми пользователями, которые использовали Enterprise в версии Windows. Некоторым людям, по каким-то своим личным убеждениям, они не могли использовать хакерские версии, поэтому они нашли для себя выход использовать Windows 7 или 8.1 Enterprise. Данное лицензионное ПО, если говорить прямо, оно предназначалось для администраторов юридических лиц, то есть компании, чтобы администрация данной компании решила по истечении трехмесячного срока пользования, стоит ей приобретать данный продукт или нет. Поэтому понятно, что для рядовых пользователей оно тоже неправильно используется, но учитывая, что там была возможность через консоль ввести команду Rearm, продлить до 270 дней, некоторые люди таким образом исходили из положения, чтобы иметь Windows и не покупать ее. Стоит отметить, что на данный момент существует и Windows 10 Enterprise, и некоторые пользователи, возможно, решили, что установка системы без активационного ключа является благородным шагом от компании Microsoft. И своего рода благотворительность, направленная на обычных физлиц, то есть рядовых пользователей, которые используют Windows для домашнего ПК, так же, как и Windows Enterprise использовали для каких-то компаний. Возможно, у вас есть еще и свои версии взгляда на тот вопрос, почему же мнение об использовании Windows 10 без активации, некоторые сочли как легальное и законное использование. Поделитесь с ними, пожалуйста, в комментариях. Спасибо большое за просмотр. До новых встреч на YouTube!